Вы должны понимать, что мы работаем в основном только на... У нас нет туристов. То есть если вы в Львове приезжаете, там много туристов. Они все в какой-то локации старого города и толпами куда-сюда ходят. То есть в Киеве эти люди расползаются по всему городу. И во-вторых, у нас нет такой культуры. То есть львовяне, там, ванно-францовцы, они построили это так на будущее, что если вы будете в этом бизнесе, надо консолидироваться и двигаться вперед все вместе. Делать какие-то фестивали, еще что-то такого туристического, как во Львове. Кофе, шоколадо, пиво, джаз-фестивали. Это все привлекает туристов. Если у нас будут туристы, нам чуть-чуть будет легче. Потому что наш гость, он слишком выбаловый и он все время сравнивает. С чего бы я начал, пока у вас там нет помещения? Это сейчас самое, об этом, наверное, все вам говорили в предыдущий день. И сегодня, что самое важное, это команда. Я считаю, чем раньше вы начнете набирать команду, тем вам будет проще. Почему мой первый пункт один вборе не войдет? По своему проекту, по каркасу, я думал, что я буду за всем успевать и все буду тянуть на себе. Честно сказать, ни хрена не получается. Ты постоянно в какой-то запаре и ты ничего вообще не успеваешь. Сейчас, год тому назад, я принял решение, мы там взяли управляющего, мы взяли молодого шефа. То есть у нас есть там тимбилдинги каждые выходные, которыми мы занимаемся. Но теперь есть люди, которым я говорю, что делать, а я занимаюсь стратегическим планированием своего собственного бизнеса. Куда я хочу прийти, что я хочу делать, что я не хочу делать, что работать, что не работать. Я вообще сделал наблюдение, чем раньше вы начинаете набирать персонал, тем вам на самом деле будет лучше. Потому что те, кто к вам, например, за три месяца, мы когда-то набирали персонал за шесть месяцев. Так вот те, кто ждали шесть месяцев открытия ресторана и дождались его, то есть были самыми верными сотрудниками. Мы с ними отработали года три, персонал вообще не менял. Не знаю, там, пока не пробовалась молодежью, вот будет проект «Любой по-моему». Второй очень важный момент – жадность порождает бедность. Это все вам знакомые фразы. Почему? Потому что мы не открыли в странах, мы уже посчитали, сколько мы хотим заработать. Но когда мы начинаем обсуждать фонд заработной платы, что надо купить, мы тут же начинаем быстро экономить. То есть вы должны понимать, что лучше сядьте, посчитайте заранее все, и лучше сделайте что-то хорошо и классное, чем вы потом будете экономить, и люди будут это видеть на вашем проекте, что вы действительно сэкономите. Вот мой всегда, то есть я считаю, что все люди, которые проводят школу, читают доклады, шефы, которые выступают, то есть мы все движемся вот таким путем максимально везде, где можно учиться – книги, интернет. Сейчас с этим вообще нет проблем. Вот я считаю, то есть теперь мы дойдем до самого важного – кухни. Каждый из нас мечтает сделать вот такую кухню, да? Ну, когда он видит свой ресторан, он видит открытую кухню. И вот это обычно мы делаем, потому что начинается экономия. А давайте мы тут впишем какой-то столик, а на плиту у нас нет денег. Вот это обычно наши кухни, то есть кухню нужно заткнуть куда-то вот там подальше, и самое важное, чтобы она зарабатывала там, ой, оборот был по миллиону. А если тут, например, встанет шесть тарелок, да, и больше не сможет, да, и здесь кухня, которая технологически продуманная, может обслуживать вам и сто пятьдесят костей, то есть без проблем. Я вообще считаю, что когда-то в девяносто восьмом году, когда я пришел уже на свою первую официальную работу, мы пришли, я пришел в свой первый ресторан и увидел, что там была американская система и повара работали станциями. Что такое станция? Это вот такой приблизительно стол-саладет, ну, то есть стол, в котором есть рабочая поверхность, и есть некие гастроемкости там слева, справа, все выдвижные ящики, в котором тоже стоят контейн. И вот один повар, он стоит и все, извините за выражение, как мы любим, шарашит там, все только салаты или только дырять. Тогда я думал, блин, ну я не понимал, почему так. Сейчас я понимаю, потому что дефицит рабочих кадров, то есть лучше сделать такую станцию, чтобы один человек у вас бы максимально работал на салатах, потому что поваров все меньше, и во всем мире я потом начал на это обращать внимание сейчас, из последнего, где я был и видел, это Голландия, Бельгия, ну, Евру, ну, где-то я еще был, не помню. Вот там стоит повара, работает станция, у него одна станция, и он там практически один все делает и отдает. Это почему? Потому что персонал, во-вторых, фонд заработной планы. Ну, мы дойдем там до фудкоста и поймем. При этом, пожалуйста, не строите такие кухни, или если хотя бы построили, не требуете от них чего-то сверхъестественного. Потому что даже в такую кухню вам сложно набирать персонал. Когда к вам приходит персонал, и вы показываете ему такую красивую кухню, он к вам с удовольствием идет. Когда вы ему показываете, вот там вот где-то будет кухня, вам будет сложнее набирать. Теперь мы плавно перепрыгиваем к меню. Если вернуться к очень важной вещи, как концепции, я пока говорю такие сухие вещи, может быть, и не всем интересно, но вы, когда потом попросите презентацию, вы там вчитаетесь или сейчас, может быть, вчитаетесь. Когда вы создаете меню, вот, например, может быть, для какого-то молодого повара, когда вы приходите и ему говорите, а вот там есть стейк-ривай, или вот там есть вот такой вот хлеб, я хочу точно такой же. Вот это не очень работает, потому что, представьте себя, что вы делаете то, что вам не нравится. Вы делаете это с удовольствием? Ну, думаете, не очень, да? То есть, на самом деле, когда вы берете повара или шефа на работу, дайте немножко ему творчества, хотя бы свободу, ну, если он есть, конечно, такой, и хочет заниматься этим, ему нравится, и он хочет в этом продвигаться. Потому что ту или иную концепцию, которую вы придумаете, если вы не нашли единомышленника, смотрим фунт выше, да, то ни повар, ни официант вам эту концепцию до гостя, до конечного потребителя не донесет. И тогда ваше меню для человека может быть неинтересным, потому что здесь тоже очень важный момент, что вы должны понимать, что на сегодняшний день такие сухие цифры, да, это город Киев, сколько живет там? 4 миллиона, ну, так, с приезжим, 4. Официальные данные у нас 13% среднего класса. То есть берем от 4 миллионов, это сколько? Кого с возьмой себе хэш? 500 тысяч гостей, которые физически могут прийти к вам. Знаете, сколько в Манхэттене ресторанов? 15. 15 тысяч ресторанов. Сколько из них открывается и закрывается ежегодно? 5. Знаете, сколько торговых точек в городе Киеве? Кто-то знает? 25 тысяч торговых точек. То есть мы от Манхэттена ушли на 10 тысяч вперед. Ну, это всех торговых точек, это там, уличные торговли, кофеаппараты и так далее и тому подобное. А теперь представьте, что в Манхэттене живет 15 миллионов, у нас 4. У нас 13% среднего класса. У них, я думаю, что, наверное, там, 70. Вы понимаете, в какой вы конкурентной среде. Теперь, вот, я так плавно подвел вас к концепции, люди, которые будут это делать. Они должны понимать, и вы должны эту концепцию донести. Если мы начинаем что-то у кого-то копировать, то люди будут сравнивать вас просто по цене. И у вас не получится меню как инструмента вашей идеи, потому что любого маркетолога, который приведете, скажет, что вы будете готовить, мы же будем это пиарить. Потому что через еду пиарить очень просто. Теперь к важным тоже вещам. В прошлом году я считал, что, ну вот, моя статистика сводится к тому, что в прошлом году я считал, что работать можно где-то 50 позиций меню. Но ни в коем случае не 70, не 120. Объясню потом простыми вещами. То есть, чем больше у вас меню, чем больше вы требуете от своего персонала. Больше, а давай еще вот это сделаем, а давай вот это, а вот это мы не можем вывести, а вот это можем вывести. Тем вы же увеличиваете свою закупку и понижаете свой товарооборот. Самое важное – свежесть этих продуктов. То есть, на сегодняшний день я понял, что лучше я найду оптимального поставщика. Например, лосось. Хороший продукт, хорошо продается. Или там ладо-торадо. Хороший продукт – я лучше буду брать 10 ящиков-торадо, выбивать с поставщика самую низкую цену, контролировать самое высокое качество. Продукт понятный, люди с удовольствием берут и с удовольствием покупают. Чем я буду делать 25 видов рыбы и половину из них замораживать. Вы должны понимать, что все, что продается меньше 3 позиций в день, можете смело выбрасывать. Просто берите с меню и выбрасывайте. И пусть вам совесть не мучает, потому что это отрицательная продажа. Так вот, в прошлом году я думал, что можно с 50. В этом году я считаю, что 40 позиций в меню – это достаточно, чтобы вам выжить. Есть куча сезонных и локальных продуктов, которые вы можете просто брать, использовать. Например, сейчас меню я уже не пишу. Например, сегодня у меня запустилось новое меню. У меня есть утка с кофейным ризоттом и чатни. Я даже пишу чатни по сезону. И сегодня я сделаю их с апельсином, а завтра я их буду делать. Через 2 недели будет классный персик, и я буду делать чатни с персиком. Потому что персик и кофейный ризотто, и утка отлично сочетаются. Потом будет априкос, будет черешня, будет еще что-то. Основной продукт и подкарнировка у меня в принципе не меняется. Отчаяннее я пишу по сезону. И люди на это на самом деле отлично реагируют. Главное – вы обучайте свой персонал, и они на самом деле расскажут гостям все, что хотят. Еще я никогда не понимал, почему в Европе бакс позиций в меню. С одной стороны, я понимал, что это экономически. Количество персонала на кухне, официальная заработная плата они не могут себе позволить только… И страны, которые вошли в Мишле или много берут стажеров бесплатно, договариваются с училищами. Они могут себе позволить расширять меню, делать а-ля-карт и делать очень что-то сложное. Так вообще, чтобы вы понимали, вот в Бельгии я увидел собственника ресторана, она работает на кухне и она может нанять себе только одного официанта. Она работает четыре дня в неделю, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье у нее санитарный день. В понедельник она ей покупает продукты, потому что там много скидок. Она покупает эти продукты на целую неделю на ланч. В вторник она выходит делать заготовки и в среду открывается. Если честно, женщина так работает 12 лет, это ее бизнес. И вообще в Европе очень много, и во Франции очень много ресторанов. Ты не сможешь открыть это, потому что ты покупаешь как готовый бизнес, шарашишь 10, 12, 15, 20 лет и потом продаешься, и это твой пенсионный дом. Но так как они работают, если честно, мне даже в какой-то степени было жалко. Я понял, что я, честно сказать, даже в каких-то вещах не дорабатываю. Поэтому они не могут себе позволить, нас на самом деле тоже плавно приведут к тому, что официальное устройство ваших сотрудников и заработная плата, которая растет, мы будем их напрягать, но при этом нормально тоже. Я думаю, что мы за этот год придем к средней зарплате больше, и надеюсь, что частично персонал вернется. Потому что работать на турбине хуже, чем работать дом. Второе, то есть вы почитаете это отдельно или, может быть, где-то это. Второе, то есть я сейчас понял, потому что я пошел на курсы по новым правилам СС, которые ведутся, и понял, что они настолько, я бы не сказал, легкие, ну и не сказал бы тяжелые, но вот ключевое в этих курсах, ну в этих правилах в том, что вы не сможете больше иметь минус 70 подлицей, потому что, например, холодильники должны быть заполнены на две трети. Приемка товара должна быть там такая. То есть раньше, например, вас могли прийти проверить, вы должны понимать, что минимальный штраф где-то порядка двадцать четырех тысяч гривен. И раньше они могли прийти вас проверить, и полгода минимум не появляться. По новым правилам, то есть если они нашли у вас там, ну примерно, пришли проверили, они могут прийти и снова прийти проверить через пять дней. Поэтому, если вы их сильно прикормите деньгами, они подумают, что у вас сладкое место, можно ходить, как бы, кормиться. Поэтому придется исправляться. И поэтому, как бы кто-то не хотел делать много позиций в нем, просто физически, с точки зрения наших маленьких хохот, на которых мы экономим, это практически нереально. Поэтому экономические заработные платы, нехватка персонала и новые правила СЭРС нас простимулируют сами экономически к сорока, тридцати, двадцати позициям минус. Но они должны быть хорошие, качественные. Вы должны хорошо отбирать поставщиков, вы должны быть уверены и идеально готовить этот продукт. То есть время, если вы готовите Цезарь, то он должен быть лучшим Цезарем в городе. Вот это ваше будет, ну на примере Цезаря, он должен быть лучшим. Это так, что вы пошли в гармонию и мы пошли дальше. На самом деле, я считаю, что нужно найти гармонию между всем. То есть очень много, когда вы берете шефа, он часто ругается, например, с официантами. И у вас появляется колоссальный конфликт. Я, например, своим су-шефом, всем ребятам, которые работали с ним, я объясняю, что, например, я всегда где-то 60 на 40, 40 за кухню, 60 за официантом, потому что официанты продают ваше блюдо. Если вы будете с ним ругаться, они не будут вам продавать блюдо, будут делать назло. Поэтому то же самое. То есть если вы придумали концепцию, но не объяснили, это очень часто, знаете, как по принципу стройки. Ты говоришь, копай там шею. Приходит у тебя встретить, делает ремонт. Плитку надо положить вот эту вот там. Хорошо, хорошо. Приходишь, он положил эту, но на пол, а ту, которую на пол, положил на стену. И потом кого видно. То есть самое важное вам объяснить человеку, куда копать и куда не копать. Чтобы потребовать. И вообще, то есть я считаю, что сейчас новое поколение игр, вы тоже должны об этом почитать. Потому что это ваш персонал, который к вам приходит работать. Они на самом деле все умеют, все знают. Но при этом сейчас очень важны интересные места в гармонии и карьерный рост. Это тоже может влиять на ваш бизнес. Я написал так правдиво, потому что мы дошли до самого важного. Это продукты. Хорошая, наверное, новость в том, что наш внутренний производитель продуктов по европейскому прогнозу мы должны были получить прирост внутреннего продукта за 3 года кризиса где-то в 10%. Мы его получили плюс 60. То есть сейчас внутренний рынок очень классно развивается. Появляется очень много. Я вот был под Киевом, ездил, смотрел. Строят обалденные, например, теплицы для зелени, которые будут круглый год. Под Донецком мы построили отличное... Ребята выворачивают цыплят после работы. Есть таковские ребята, которые выращивают отличное мясо. Есть львовские сыры, киевские сыры. Теперь, наверное, в каждом регионе есть классные сыры, которые делают. Минус в них, конечно, в том, что не всегда они стабильного качества. И в том, что цена подгоняется под европейским. Но вы должны тоже работать со своими поставщиками, мы поговорим об этом. Но лично я считаю, что пришло время... Вот сейчас люди будут... Потому что я же говорю, у нас не так много туристов, с одной стороны. С другой стороны, мы работаем на локальном производителе. Люди не хотят... Давайте вот так математически посчитаем. Сколько стоил Цезарь до кризиса? Кто-то помнит? Салат Цезарь. Салат Цезарь. Давайте там 80 грн. Так что курс был 8, это 10 долларов. Правильно? На сегодняшний день Цезарь сколько стоит в ресторанах? 80 грн. Самое худшее, да, это 80 грн. он так и остался. То есть все выросло, а Цезарь... Да, 120-150 грн. Вот это самая большая наша беда рынка в том, что мы своим поварам говорим, что давайте подешевле, подешевле. Но мы же сами это едим, мы это рекомендуем нашим друзьям, гостям и так далее и тому подобное. Лично я считаю, что, опять же, кто-то уже слышал эту историю, у меня есть подруга с Францией, я спросил их, как вы считаете экономию, сколько умножаем на кризис? Ну, в виду мы умножаем максимум, да, 15 процентов, ну может быть какое-то там очень эксклюзивное, 20-30, ну 50 грн. это максимум. А я говорю, а на сколько умножаете еду? Она говорит, на 10. Тогда я тоже этого не... Ну, для меня это был на самом деле решет, потому что я считал, что на 2, на 3, на 1, на 3, это уже классно. Потом я понял, что фонд заработной платы, электроэнергии, аренда и продукты, которые дорожают. У всех ходят в магазины, у них какого-то стоит, да, там, простое молоко, там, простой дворок и так далее и тому подобное. И понимаешь, что сейчас уже не сильно получится умножить даже на 2 и... Ну, то есть это должен быть безумный оборот, но тоже, то есть у нас вы должны понимать, что не все повара любят работать в безумной запаре. У нас персонал любит работать так, чтобы вот как бы и поработать, и типа не поработать. Ну, чтобы выплатили вовремя зарплату, да еще такую, чтобы она была европейская. Поэтому лично я считаю, что вот поэтому и мое личное мнение, что нужно уменьшать меню, максимально повышать качество и делать максимально... То есть вот это уже зависит от вашего творческого, вас, коллектива, шиповара, максимально искать какие-то вещи и приятели. Понимаешь, что, например, итальянский ризотто, рис дорогой, да, то есть, окей, то есть мы, например, делали там перловку из... То есть на вкус это был рассольник, но подавался это как основное блюдо. То есть то, что я говорил, там, сейчас мы делаем там кофейный рис, там, с корицей, и очень вкусно, и люди с удовольствием. Например, мы берем там, вот лето меняем много, сейчас мы поменяли много на овощей. Или постоянно, то есть вот брали утку, понимая, что, например, утильная грудинка стоит 250 гривен. Это очень дорого, ну, недорого, то есть, ну, то есть уже так не поставишь за 150 гривен и заработаешь 300%. Но, например, если вы берете тушкой, да, и так делаете, что филе вы вырезаете, ноги вы делаете конфи, а из каркаса валите, например, классный какой-то бульон суп, то себестоимость у вас остается вообще, там, копеечная, вы сможете даже не то, что на 4 умножить, вы сможете умножить на 6, заработать оборотные средства, дабы вкладывать их в развитие. Все очень логично. Или, например, с кумбрию. То есть хорошая рыба, но у нас это вообще во всем мире считается рыба номер один. Вообще, знаете, какая рыба считается в мире самая полезная? Селедка. Самая полезная рыба, поэтому весь мир, ну, или там, скандинавы, ее едят с утра, потому что у нее есть все самые полезные вещества. Солен. То есть они ее и солят, и жарят, и готовят. Так вот, например, с кумбрия, да, вроде бы дешевая рыба, но, например, если на ней варить, то есть, какой-то бульон, да, а потом эту рыбу, например, перебивать в какой-то паштет, вот вам получается, что вы и пульемся, и паштет делаете. И точно так же, себесомость будет копейничная. Это зависит от вас. То есть и ваша задача, то есть сейчас, некий тренд гастрономии, бестрономии, что вы как сделаете, чем смешаетесь, чего сделаете. Вот это самое важное, потому что это и есть ваше рыночное преимущество. Уметь лавировать, лавировать, придумывать и, главное, вкусно. Беда только в том, что мы часто, у меня когда-то это был давно этап, сейчас я давным-давно, ну, я понял, что это не мое, то есть я не очень люблю красивое название, там, полгра с ежевичным соусом, мятным соусом, там, бибиковым соусом, да, но вроде бы все красиво звучит, но потом, на самом деле, не очень вкусно получает. Мы на это тоже очень часто с этим сталкиваемся, что мы приходим, вроде бы такое сексуальное название, и так хочется его купить и съел, но удовольствия не получает. Вы должны понимать, что самое главное все, что выходит в кухне, должно быть вкусным. И не может быть это не всегда, то есть это, знаете, как полезные вещи. Они не всегда красивые, не всегда вкусные. Да, вот то же самое и с едой. Ваш баланс еды, вкуса, порции, размеры, потому что тут тоже беда в том, что мы пытаемся сделать побольше. А я, например, считаю, что лучше. Для меня, например, я всегда люблю рестораны, которые, там, я за деньги, например, за 500 гривен, но съем три блюда и пойму об этом ресторане и сделаю вывод больше, чем, например, я съем одну большую порцию, заплачу те же самые 500 гривен и не пойму об этом ресторане ничего. То есть вот, например, в Бельгии у меня был случай, когда мы пришли, там, салат с козьим сыром стоил где-то 18 евро. Вроде бы дорого, но вот у них такие огромные порции, что я съел салат с козьим сыром и я больше не нужен. То есть я тоже, как бы, честно говорил, там, мы общались, там, я говорю, ребята, зачем, ну, вот, у нас вы так привели к этому рынку. И теперь они ничего не могут сделать, потому что каждый человек, который работает, ну, вот так они приучили своих потребителей. И теперь они сами себя загнали большими порциями. Вот лично я считаю, что тоже старайтесь не загонять. Потому что люди, которые любят большие порции подешевле, это, как правило, люди, которые, ну, не то что халявчики, это люди, которые пришли, поели, и они завтра не вспомнят ваши рестораны. То есть это там, это обычно бизнес-ланч, там еще что-то, еще что-то. Поэтому я считаю, что ищите продукты, выбирайте продукты. И чем стабильнее продукты вы найдете, тем более это будет ваша рыночная примачка. Если вы еще сможете, например, стабильно готовить и стабильно давать качество этого продукта, я думаю, что любой сейчас, ну, я здесь, знаете, это как бы, многие, наверное, повторили, ну, мы сейчас не о качестве, ну, вообще, да, то есть какая-то концепция. Наверное, многие повторили Макдональдс, но не в стабильном качестве, да, то есть и в понятности. Как бы нам не нравился Макдональдс, да, но вы знаете, что если вы приехали в другую страну, Макдон, он всегда будет более-менее одинаковый, там, больше соли или меньше, в зависимости от диагноза. Теперь мы дошли до самого важного, то есть мы поговорили немножко о меню, мы немножко поговорили о продуктах, теперь о поставщиках. Я лично считаю, что они такие милые кошечки, но все, что они вам пообещают, это будет ровно там, ну, день, неделю, месяц от одной накладной до другой накладной. Почему? Потому что они вам пообещают лучшую цену, а следующую поставку вам ее подрут. Поэтому есть две вещи. Это дорогие продукты, с которыми вы работаете, например, лосось, дорадо, не знаю, как раз. Которые привозятся, как правило, раз в неделю или два раза в неделю. И цена меняется раз в неделю или два раза в неделю. Например, лосось, вот я там дал своих поставщиков ребятам с Днепра из Киева заказывать в Днепр. Потому что в Днепре, например, филе лосося 460 гривен, а у моих поставщиков, с которыми я работаю, там, 380 гривен. С одной стороны, я не сторонник от срочки платежа, потому что беда многих наших ресторанов сверх в том, что, а давай там попросим в месяц срочек платежа, две недели, три недели. Я считаю, что это большая беда именно кухни, потому что эту цену все равно вложат в вашу стоимость. И вы будете уже неконкурентоспособны. То есть, что я делаю каждый понедельник? Я обзванию поставщика, у меня 6 поставщиков лосося, кто-то звонит сам, кого-то обзваниваю я. Кто-то из них между другом конкурирует. Я звоню и говорю, например, «Сережа, почему у тебя сегодня лосось?» Он мне говорит, «430». Я говорю, «Хорошо». Я звоню, «Петя, почему сегодня лосось?» Он, «420». Я звоню, «Сережа, а мне Петя, потому что я неконкурент, предлагает мне 420. Сейчас я тебе перезвоню. «410». И так моя цена падает до 380. Дорожим 380 гривен, за исключением двух самых высоких недель в году, вы должны понимать, 2-3. Это январь. То есть лосось начинает дорожать с 10 января. И падает он где-то там в 20 числах января. Потому что есть брос и второе рождественские конкуренты. Я, например, покупаю, если у меня есть шокопризер, я покупаю до 10 января лосось. Мы его шокопризер я замораживаю. Если у меня там он сломался, я прошу многих поставщиков есть шокопризер. Я замораживаю лосось и так переживаю месяц. Потому что... То есть Торадо, например, я дороже 180 гривен точно так же не покупал. Ну вот, по крайней мере, за этот год. Хотя, я знаю, цена доходила до 250 гривен. Мой рецепт очень простой. Я плачу практически, стараюсь сразу платить. Второе, то есть я с ними торгуюсь. Касательно других позиций точно так же. Многие мне спрашивают, а нужен ли закупщик, если работать только с фермой. У меня есть и закупщик, и у меня есть ферма. И я постоянно их мониторю между другими. Потому что бывает, что, например, рукола дешевый у закупщика, а бывает, что на ферме. То есть, давайте возьмем в обороте, например, миллион гривен. Если у вас расхождение в цене в один процент. То есть, это сколько? Десять тысяч. Это, например, зарплата двух поваров. Поэтому это очень важный момент. Мне проще, потому что это делать в понедельник. Потому что многие поставщики завозят какие-то продукты, и я это мониторю. Точно так же я периодически прошу там с интернетом. Отчет. Ну, сейчас не проблема, сейчас есть интерес. Любой отчет, ты сбросил и посмотрел. Как цена прошлой недели там скаканула. Может быть, ты что-то не увидел или не отследил. Плюс старайтесь выделять эти деньги. Куда-то поехать на какие-то рынки, магазины. Например, отличный риск для ризотто. В Ашане он самый дешевый. Я не знаю почему, но он стоит 80 гривен килограмм. И я гоняю закусочку, чтобы он покупал именно там. Потому что он предлагает нам за 100 гривен. Ну, к примеру. Или, например, в то же время я у него покупаю оливковое масло контрабандное за 120 гривен. Правда, в 5 литров. То есть вы должны всем этим играться и постоянно мониторить. То есть если вы думали, что вы сделали меню и на это поехали, ничего подобного. Это тоже очень тяжелая, крепотливая работа. Если у вас... Вы можете на кого-то сбросить на управленца или шефовара. Так, мы вернулись опять к меню. Я уже, наверное, перескочил. Ну, это я то, что говорил. Как анализировать меню. Помимо того, что это ваш анализ продажи. Другой стороны. Очень большая беда в том, что... Не знаю. Очень большая беда в том, что мы всегда боимся какое-то блюдо убрать, а вдруг гость попросит. Вот я вам уже об этом сказал. Если блюдо продается меньше трем, можете смело его выбрать. Второе очень важное. Если вы покупаете свежую рыбу, например, в теле судака, а потом его замораживаете, потому что у вас есть еще сом, карпики, осетрина, дорадо, лосось, то зачем вы его покупаете? Вы не можете дать своему покупателю максимально свежие качества. Это говорит о том, что даже если мы какими-то вещами балуем, но на самом деле и обманываем. То есть я сейчас хочу сделать так, что у меня такая идея цель, что у меня морозилка только для мороженого, кревета, тунца, который приходит за мороженое. Все. Потому что там больше ничего не хранится. Моя цель такая. То есть я хочу меню построить таким образом, что оно было максимально свежимым, максимально качеством. И гости это оценят и за это заплатят, потому что сейчас гастрономия очень модная и трендовая. Люди много ходят по ресторанам, много тратят денег и этим читают, интересуются и разбираются. То есть как 10 лет тому назад впарить кому-то в мисо-суп уже не получится. То есть даже если честно, вот сейчас тренд такой был грузинский, сейчас тренд будет вьетнамской пользы, то вот например точно так же. Я лично считаю, что вот я поехал специально во Вьетнам, чтобы попробовать настоящий фонд, чтобы теперь мне его не втюхали. Ну и так мне кажется, что многие люди, они сейчас, ну вообще есть три степени гастро-туриста. То есть первая стадия, это когда вы начинаете интересоваться вином. Вторая стадия, это когда вы начинаете искать какие-то интересные, вкусные рестораны и по ним ходите. Третья стадия, это когда вы начинаете искать идеальный продукт. Например, сыр-трогуза, нежинские огурцы, которые практически исчезнут. Сейчас ребята поддерживают, но могут исчезнуть как виды. Или хамон-черная копыта. Или, я не знаю, если вы приезжаете в Грузию, вы ищете лучший хирикалий, лучший качугун. Вы это запоминайте. Это ваша как лакмусная бумажка. То есть это высшая степень гурманства как таково. Я не знаю, кто находится в какой, но я считаю, что все равно, кто связан с гастрономией, с едой, с ресторанами, он все равно к этому приходит. У меня, например, наоборот. У меня, наверное, третья стадия дошла. Я, наверное, сейчас будет первая на вино. Но у всех может меняться что-то. Почему я взял эту картинку? Потому что мы некие маленькие дети, которые делаем первые шрики. Мы не знаем, мы делаем правильные или неправильные. Вы столкнетесь, как я столкнулся с тем, что кто-то будет ваш друг, кто-то друг станет врагом, а враг станет другом. Это все ресторанный бизнес. Он не всегда честный и прозрачный, или честно конкурентный. Самое главное, что мне хотелось передать этой картинке, если вы выбрали какой-то путь, постарайтесь его пройти до конца. Я, например, выбирая какую-то концепцию еды или кухни, в тех проектах, в которых я работаю, я с пены у рта доказывал своим собственникам. И я считаю, что я стал тем шеф-поваром, тем, где я стал, только по одной простой причине. Потому что я всегда спорил. Потому что я где-то видел какое-то решение, я с пены у рта спорил. Я говорил, так лучше уже не спорить, иди делай, и отстанешь от меня. Оно потом работало, я набирал для себя силы уверенности, и этот пришел дальше. То же самое здесь. Вам будет очень часто кто-то говорить, что, ой, да не надо, сделай вот это, а вот это сейчас модно, а вот это ты делаешь неправильно. То есть, если вы сделали борщ, и люди начали на него приходить возвращаться, то не слушайте, что кто-то скажет, а моей маме был такой борщ, а у тещи был такой, а я варю вот такой. То есть, с одной стороны, главное, что людям он нравится, вы его продаете, и это хорошо. Даже если он там в стрейнде или не в стрейнде. Лично я считаю, что попробуйте сделать такой борщ, чтобы он стал в стрейнде. Вот самая большая беда. Вот поэтому я говорю, что многие не доходят вот этого пути, они останавливаются, что-то пытаются меняться. Анализ должен быть. Продажи, там, фидбэк гостей. Если вы видите, что через месяц, вообще, опять же, то есть, я не знаю, говорили вам или не говорили, что есть показатель. Если вы где-то за три месяца не вышли в ноль, значит, нужно все менять. И максимально быстро. То есть, значит, вы не попали, там, в место, ну, я могу, там, в концерцию еды, может быть, еще что-то. Но я считаю, что всегда показатель на, там, первый месяц. Если люди, которые первые к вам пришли, вы накормили, они были счастливы и вернулись, то это уже хороший показатель. А если они еще второй, третий, друзей привели, значит, вы на правильном пути. Идите и никого не слушайте. Потому что я в своей, там, когда открывал каркас, у меня было, я много всего слушал, что-то брал и делал, потом понял, что зря я брал это и делал. Это так, вскользь. По тренде, я думаю, что предыдущий шеф-повар вам рассказывал. Я считаю, это нынешние тренды, их, ну, не только следует. Это просто как вам, руководство. Локальные продукты. То, что я говорил. Оно вам даст и фудкост, и максимально сверху. Комфортная еда. Люди сейчас не хотят есть, вот тут такую маленькую порцию. И чтобы вам официант говорил, что это тифло, да? Винни десерты. Люди не хотят есть сладкого, но мы все любим десерты. Чтобы вы понимали, мне когда-то итальянцы сказали, ну, ты знаешь, по чем запоминает ресторан? Я говорю, не знаю, по чем. Ну, по идее. Я говорю, нет, ресторан запоминает по десерту. Но, люди не хотят есть большие, ну, там, десерты. Они хотят есть... Сейчас мода пошла во всем мире. Ну, какие-то небольшие десерты, может быть, даже они и стоят не сильно много денег, но это ваша топ-продажа. То есть, потому что человек съел основное салат, и вот он, знаете, вот иногда бывает такой, вот съесть десерты. Вроде бы хочешь, не хочешь. Никогда тебе приносят, там, кусок напаленок, ты понимаешь? Можно с собой. Можно с собой. А вот если какой-то маленький, небольшой десерт, там, за 50 гривен, себестоимость 10, супер. Ну, безглютеновое меню, я считаю, что это некий мир, но тоже тренд. Здоровая еда. Мы все ходим в спортзалы, как-нибудь красивые, жить сто лет. Есть много свежих денег. Я считаю, что, ну, пока все-таки у нас, мы не в Европе, нельзя купить все продукты круглый год. Потому что, например, в Бельгии зимой меня радовал и Бельгия, а супермаркет, который только для ресторана. И когда ты принимаешь, так хочется вот этого, вот этого. И вот этого побольше. Потому что у них есть, и ты выбираешь там, цена такая, цена такая. Поэтому, хотя бы летом старайтесь пробовать или меняйте. То есть я меняю так, что сейчас у меня много свежей зелени. такие, какие зелени такие. Мы делаем обалденное тюре там, с кабачка, с базиликом, с супом, пореем. Мы делаем там гаспачи с перцем, с соусом том-ям. То есть мы делаем все, что можно сделать. Стараемся это. А зимой мы меняем на корнеплоды. И то же самое. То есть мы делаем там, полеем петрушки, полеем сельдерея. Добавляем к чему-то карри, к чему-то паприковое масло. И это очень вкусно и классно. Ну, мне кажется, увеличение количества овощей и фруктов в детском меню, это немножко европейское. Хотя это тоже как-то. Вот мой самый любимый, это ключевое слово «свежий». Мы о нем уже поговорим. Мясо с новой стороны. Вы должны понимать, что мясо – это белок. Если вы его сожмите, то есть подберите их правильно к нему «корненный стол», то люди, которые хотят есть здоровую пищу, могут приходить и есть здоровую пищу. То есть, например, в Каркасе у нас много, ну, как мы мясной ресторан. Сначала мы пошли, одни из первых, которые готовили альтернативные всякие вещи. То есть первое меню у нас состоялось стейки с бычьих хвостов, болельники с бычьих хвостов, пирог из бычьих хвостов, что девушка, третья статистическая девушка, когда открывала меня, читала, я видел, как она сирела, и подушку она взяла, пошли отсюда. Ну, мне казалось, что мы каннибалы какие-то, и что-то сверхъестественное. Потом мы пробовали готовить разные тоже стейки как хвостов и все остальное. Ну, у нас прижилось несколько вещей, такие как стейк мясника или свиной живот, но мы пошли другим путем. Мы начали готовить козу, которую практически никто не готовит. Мы нашли поставщика, мы готовим особу козу. у нас есть канина, сейчас у нас есть тематическое меню из страуса, которое, если честно, для меня мясо, которое стало открытием. Да, оно дорогое, ну, 360 гривен, но мягче мяса я в своей жизни не ел. Лично я в своей жизни мясо, вкуснее мясо для тартара я не ел. Вот тоже получается, что ты что-то придумаешь, пробуешь и понимаешь, что это идеально, и для людей это будет идеально. Поэтому мясо, мы пошли с другой стороны, и это пользуется популярностью, люди приходят, они знают, что, например, конину или козу можно поесть только у нас. Ну, как таковы. Я думаю, что следующим этапом это будет брендирование, то есть вы будете с удовольствием, то есть мне сейчас раз в неделю пишут, а можно на вашей странице попиарить какой-то продукт. Для меня на самом деле это вопрос, я говорю, ну, не знаю, а как, а что, а сколько денег туда. Я просто не знаю. Ну, мне кажется, что это следующий этап консолидации. Мне очень понравилось в Голландии, как у них консолидировано безумного общества. То есть мы попали в такой некий настоятельный, а там такой вот, 10 гектаров теплицы, 10 гектаров теплицы, ну, так, до горизонта. Теплица, теплица, теплица. Теплица, и они между собой договорились, что вот этот 10 гектаров выращивает помидоры, а этот 10 гектаров выращивает буржу. А вот этот перец, а вот этот буржу. Это не так, как у нас. Вот, кто-то открыл бургер, и все буржеры открыли. Они договариваются. Самое интересное, вот поразила меня консолидация в том, что они все считают деньги, и они скинулись все вместе, пробили скважину, оттуда берут теплую воду, чтобы не тратить газ. А газ, который они все-таки тратят, немного. Например, оказалось, что для растений, которые в теплице, им нужен углекислый газ, чтобы расти. Они его переваривают, и растут. Так вот, углекислый газ, они пускают на все теплицы, и вот этот газ спаливают только в одном месте. Плюс они построили, как говорили здесь между другом, они не берут воду с канала, потому что там есть микробы. Они построили, скинулись все вместе конденсат и вода, которая дождевает. и тоже ей все пользуются. И вот, когда мы говорим о каком-то там государстве, я понимаю, что у нас немного государств отдельно, а мы отдельно. Так вот, если мы все рестораны, кто связан с рестораном, начнем консолидироваться, я считаю, что мы от этого только выберем. То есть, если я буду сегодня готовить 40 позиций меню, так примерно, а кто-то будет готовить 70, мы будем не очень. Но ко мне придут персонал, потому что у них может работать чуть меньше, и зарплата приблизительно такая, а у вас может быть работы больше. Поэтому, а когда мы выровняем приблизительно там, как сделали скандинавы, как сделали другие страны, не объединились в своем ресторанной культуре и договорились, что окей, 20 или 30 позиций меню, значит, некоторые руки освободятся, можно будет поделиться. Опять же, то есть, люди ко всему привыкнуты, они смогут не так уже реагировать, почему у вас тут есть нечем. Этническая кухня. Лично я считаю, что, ну, лично мое мнение, что у нас, если вы хотите что-то открыть, ищите что-то новое. Потому что, к сожалению, лично мое мнение, мы не очень любим свою кухню. Потому что во всем мире из нее делают мороженое, сорбетку, там, не знаю, под гарнировкой, еще что-то, с козьим сыром мешают. А у нас это продукт, ну, такой, винигрет. У нас это за курят, винигрет, творческий. Это не интересный продукт для нас. Поэтому мы, каждый, который просыпаемся, я не очень верю пока в успех украинских ресторанов, лично мое мнение. Не потому что они плохие, наоборот, они классные, все интересные. Я не верю, потому что это такой проект для иностранцев, которые приезжают, или там маму с бабушкой с родителями, потешевле. Потому что каждый из нас, который просыпается, он думает о чем? Он говорит, позже всего думаем об украинском ресторане. Мы думаем, сходить пиццу поесть, суши, что-то интересное, фоли, раманы, я не знаю, какое-то мясо интересное. А в украинской кухне, мы, лично я вспоминаю только это, когда ты куда-то уехал на долгое время за границу, приезжаешь, и хочешь солого, солененького, горча. Потому что, поэтому я не очень, я считаю, что если рынок не консолидируется, и рынок не перестроится, то нас ждет Грузия. не в ресторанном смысле, а в ресторанной культуре. Потому что в Грузии только грузинские рестораны, других нету, повара работают год, потом берут на месяц, я просто в прошлом году был целый месяц в Грузии, мне было интересно, я узнавал это все из Москвы. Я говорю, а как же у вас есть стажировка, он повар? Он говорит, нет, я год работаю, месяц у меня отпуск, а потом прихожу в какой-то, ну не нравится мне этот ресторан, иду в другой, а стажировка есть, нету, я просто сразу, все, меня отключили. Юра, она скажет, она говорит, у нас же во всех ресторанах одно и то же, в деле, кажется, что если мы не изменим этот, и не консолидируемся, то нас ждет только украинские рестораны, простые и понятные, борщ, оливье, и так далее, и тому подобное. Оно не плацает, там что-то, и там так удивительно, одинаково и однотипно. 5 минут заканчиваем. То есть курица. Курица. Во всем мире сейчас тренд курицы, это продукт, который пытаются переосмыслить и сделать как-то подобное. Я считаю, что у нас тоже яблый, я считаю, что курица, для нас мы все едим курицу яблую, нам ее есть, но как птица мне кажется, что это хороший тренд, если какой-то, я никогда не забуду, я был в Италии, у нас виноделы, у них есть свой ресторан, у них ему 300 лет, и там они подают только это блюдо, это утро. Это было удивительно, нас провели через какие-то подвалы, я говорю, у нас точно идут, ведут и есть, не переживая, будет очень вкусно. значит он так дверь, такая дубовая дверь, и он говорит, дёрг-дёрг, а она не открывается. Потом оказалось, что там сидит человек, который встает, открывается дверь, в гости заходят, и он садится обратно. Там всего было, наверное, 36 посадочных мест, они готовят одно блюдо. И вот мы только сели, и вот я вам говорю, такое ощущение, что дверь с ноги открылась, такая бух, она так распахнулась, и повар такой с уткой, нести там на итальянском, тот хозяин говорит, да не, подожди, кто-то уже ушёл, слышу там, мат-перемат, на итальянском, он опять через 5 минут, опять ногой тут говорит, ну что, нести, подожди ещё 3 минуты, пока они нам показали вино, но в итоге, складывают одну утку, гусятницы, она была безумно вкусной, я не знаю, как её готовить кушать, но это было так безумно вкусно, может, конечно, этот подвал, может быть, это вино, может быть, этот стол, это всё атмосферно сыграло, я скажу, что я вкусные утки в своей жизни не ел, и я на всю жизнь это запомнил, поэтому, наверное, мой сейчас такой позыв к такому, шеринг, я считаю, что много молодёжи, много смартфонов, если вы можете что-то сделать такое блюдо, мы этим в Одессе пользуемся, очень хорошо, прямо с открытием, у нас много еды, которую мы подаём с вау-эффектом, сейчас я не могу найти поваров, поэтому я половину блюд перенёс, например, в форшмак, у меня официанты и тартар стреляки крутят при гостях, прямо там, когда у меня гости спрашивают, а чего так, я говорю, официантам легко дойти, а поваров не легко, поэтому пусть работают, но на самом деле удивительно, потому что половина из гостей, которые сейчас просят банкеты летом, спрашивают, а у вас какие ещё есть блюда, чтобы мы могли привезти друзей, иностранцев, похвастаться и так далее, мы там мороженое готовим при гостях с помощью жидкого азота, сделали бедро 19-го века, оно периодически ломается, и надо было нажать 21-го, может, я ломал. Завтраки, я думаю, что это ещё не очень популярно, но так как у всех мало времени, и время аналогичное, я думаю, что этот тренд будет набираться. я считаю, что вы должны стать лучшими в своём деле, как, например, в Афгараме, в ресторан, он лучше в своём деле, мне кажется, готовят простое мясо, или шарпбургер, который сейчас в Америке продаёт все возможные. Это будет тяжёлый этап, но я уверен, что это реализуем. Главное, не сильно за бабло, больше за ИКИ, и чтобы пахались, чтобы вы были сами хорошим показателем для своих же сотрудников. Кто меня вдохновляет, это, наверное, четвёрка моих любимых шефов, Ардак Хестонглюменталь, Дени Майер, он стал в этом году лучший ресторан мира, и революцию, который провёл «Мама Куку» с корейской едой, которая сейчас номер один в Америке, который провёл фурор корейской кухни. Немного её смиксовал со всей азиатской, но тем не менее. Я читал много литературы, но не мог понять, почему Дэвид Чанг стал мегапопулярным в Америке. И потом я нашёл такую маленькую статью, в которой оказывается, почему он стал популярным, потому что он начал делать блюда на компании. И получилось так, что приходила компания, а в Америке это очень популярно, приходить с друзьями, компания большой толпой, и получилось так, что когда ты брал это блюдо на компанию, получалось, что на человека десятое. Но эта еда была интересная и классная. И вот благодаря такому концепту, что еда на компанию, он стал очень популярным. Мои любимые книги, это книга, которая вообще объясняет всю химию еды, почему мы едим, для чего мы едим, и как сохранять вкус, цвет зала. Этот человек, Херрик Крис, он помог Хестер Нублементаль создать некую молекулярную, объяснил её на молекулярном уровне. Для меня, ну не знаю, я три тому назад общался с гостями, и они сказали, что нам не понравился этот факт, я был в ресторане Хестер Нублементаль Хестер Нублементаль. У него есть два ресторана, у него есть Fat Duck и Dino. Я был и в том, и в другом. Первый раз в своей жизни, когда я был у него в ресторане, через год он стал лучшим рестораном в мире. Называется он Fat Duck. Для меня это был самый вкусный ресторан, который я до сих пор помню, потому что там блюда были как некая симфония гармонии. Когда ты ел каждый продукт, он друг на друга наслаивался, мы должны понимать, чем больше у вас ингредиентов в блюде, например, 15, тем сложнее их соединить. Так вот, у Хестера это было так, у тебя этот вкус взрывался в голове, накладывался, и в конце ты получал безумное послевкусие. Наверное, поэтому я стараюсь так же искать какой-то вкус и баланс между продуктами и ингредиентами, так, чтобы когда человек съел последнюю ложку, у него осталось безумное послевкусие. Вот этот человек, по-моему, Хестерн Голлиментарий сделал революцию в британской кухне. Потому что вы должны понимать, что британская кухня была такая же неинтересная, как у нас в какой-то степени сейчас украинская обычно. Это хорошая книга американского института в Америке, где объясняются все техники. Вы не построите дом 15 этажей, если у вас нет фундамента. Если вы хотите все-таки готовить, вы должны понимать техники и технологии, что происходит с продуктами. Или ваш шеф-пом. Великол. Это очень хорошая кухня, которая на базовом уровне объясняет все техники, как это делать, почему это делать, и почему это не делать. А дальше вы можете включать стандарт. Потому что, например, голландский соус я могу делать назиликовую с хариссой. Даже сейчас я делаю пасту. Например, мне интересно делать пасту со вкусом хариссы или зеленого калия. Саму пасту. Я с этим экспериментирую, мне это очень нравится. Это очень вкусно получается. Тут чуть-чуть, наверное, отрезано. Есть 5 томов модернизских друзей, где точно так же объясняется все. Вы знаете, что в природе вообще есть два способа приготовления единой. Это в воде и нагрее. В воде это фактически тоже нагрее. Поэтому Сювид – это тоже вода. Если почитать вот эту книгу, она очень интересная, потому что первые два тома это вообще рассказывает о истории, о культуре и так далее и тому подобное. И тем самым вы так плавно зайдете до технологий, техник. Ну, не знаю, у меня это тоже. Сейчас хорошо, я ее скачал в интернете. Так она в пятитомник. Стоит где-то 500 долларов. Ну, раньше стоит. Я в интернете скачал эту пасту. Ну, я как говорила о Хестерне в Леументале. Это очень интересная книга. Она очень простая. Она стоит там, не знаю, 300 гривен. Можно найти в интернете. Но здесь он очень классно готовит именно простые продукты. И объясняет, почему он делает это так. И никак подумал. Вот то, что я говорил вам по «Худкос» забежал. Мой вывод, что сейчас нужно, чтобы вы могли платить достойную заработную плату, у вас персонал не разбегался. Я думаю, что нажать на 4-4-5. Не, на прошлой лекции я читал, а можно на 6. А можно и на 9. Главное сделать себе такой продукт, чтобы вы могли убедиться. Ну, конечно, я бы хотел наделить, потому что я вообще понял, что мне вообще не нравится Европа, мне нравится только один, потому что продукт, который сделан своими руками, там стоит денег. Все это понимают и за это платят. Там одежда, которая сделана индивидуально, еда, которая сделана индивидуально. Поэтому это очень классно, что там люди понимают. Если мы будем наши гости учить этому, мы тоже, я считаю, что очень сильно выиграем. А второе, что мне понравилось, я был на стажировке в Питере, вторая вещь, которая мне понравилась в другом городе, потому что Питер мне показался очень похожим на Киев, потому что там тоже живет где-то 5 миллионов людей, там тоже такая большая жер с продуктами, потому что все отправляется на Москву, на мегаполис. И там повара тоже старается слепить что-то интересное из простого. Так вот, мне больше всего там понравилась философия в ресторанах, тем, что там говорят, что вы же гость, а как вы ведете себя в гостях? Вы приходите в ресторан, как в гости, и вы должны вести себя в гостях. Вы же в гостях не говорите, когда вам подали какое-то блюдо, да, ой, мне не нравится, я не пришел к вам в гости есть там, Сережа, я не пришел к тебе гаудцы есть, подай мраморное мясо, там, а у вас его нету, все, я развернусь в еду. Так вот, в Питере мне очень понравилось, что они вот прямо учат своих гостей, что это гости. Да, мы вас любим, мы вас накормим, мы вас напоим. Мы сделаем все максимально для того, чтобы вам было у нас комфортно и интересно. Но в гостях вы должны вести себя согласно определенным требованиям. И одни у нас только такие. Если вам их не нравится, мы ничего с этим не можем сделать, потому что у нас правило тоже. И это у них во всех ресторанах, и, если честно, мне это очень понравилось. И мне бы хотелось, чтобы наши жены тоже немного в гости понимали, что они приходят в гости, они к себе домой и и приготовьте мне тут греческий салат, сколько у вас у меня имеется. В принципе, все. Если есть вопросы, то я спрятался. А ты кушай. Скажите, пожалуйста, как правильно подойти к вопросу банкетного меню правильного составления? Я считаю, что это, опять же, индивидуальный момент. У меня оно проще, потому что у меня само банкетное меню оно из самого меню. Чтобы были максимально свежие продукты. А фуршетное у нас есть отдельно. Мы его сделали, опять же, так логически, чтобы можно было, если принесут банкет за два дня, то мы могли его там подготовить и сделать. Как же с блюдами там большими, которые долго должны готовиться, не с-под ножа, как прямо... У нас такого нет. Ни в одном и в другом ресторане у нас такого нет. Я считаю, что если там черпучит поросенок, то есть он может там прийти, заплатить за это. Мы это подготовим, мы подадим вам назначенное время. У нас отдельного как такового нет. Ну, я никогда не понимал отдельное банкетное меню, в котором ты отдельно закупаешь продукты. А потом, если... Ну, я думаю, что каждый из вас сталкивается «Ой, извините, у нас будет еще не 50-40, а можно урезать закат». И ты начинаешь говорить «Ой, нет», а он начинает на тебя обижаться. Поэтому, когда у нас бывает... А у нас бывает такое часто, что, извините, у нас будет не 40, а 30, но нам проще, потому что мы эти продукты запустим в... Они у нас есть в меню, мы их прогоним, никаких проблем не будет. И опять же, мы стремимся давать максимально свежесть и качество. То есть вот такое для меня на этот входное. Уменьшение меню и максимально свежесть и качество. Ярк, скажите, пожалуйста, вы в своем представлении являетесь партнером? Ну, я являюсь... Я не знаю, как на это правильно ответить, если честно, потому что мои партнеры, их задача только получение прибыли и не вкладывание в развитие. А мое видение, что нужно не только получать прибыль, но и заниматься развитием. Поэтому я думаю, что в ближайшие полугода мы разойдемся. И я переехал. В Киев? Да, в Киеве, рядом с Одессой, мне проще через дорогу прибежал. С одними гонцями по здорово завернулся, а в других. Ясненько. Второй вопрос. Если можно поподробнее, мы не поняли, что такое шейринг? Шейринг это... Быстро, кратко. Не, ну, если вы делаете некую еду, которую можно... То есть я считаю, что я делю его на несколько этапов. Первое. Это вау-эффекты, которые могут фотографировать, инстаграммить. Второе. Лично я считаю, что сейчас, я так скажу, вы примете меня правильно. То есть сейчас модно фотографировать еду. И вот вы подумайте, ваша еда сексуальная или десексуальная. Которую вы подаете. Я понимаю, что я сейчас меняю ее на сексуальную. То есть, чтобы к лососю было что-то... То есть главное, чтобы это было с едой. То есть к лососю, например, вот сейчас, вот у меня, например, вот сегодня, у меня же все снова им не выходили. То есть к лососю мы берем ее. Видите, к меде, который красненький, мы подаем там шапрановый имбирный соус, который мы там достаиваем, ну такой замороченный. К нему мы уже подаем там сейчас дешевый печеный шпинат, ну, шпинат 40 гривен килограмм. Шпинат, например, печеный помидор, розовый классный, брокколи и все таки. Это то, что мы видим. Это мы и овощи, и в тарелке оно смотрится сексуально, так, чтобы человеку хотелось фотографировать. Так. Ну, если вы не можете придумать для этого блюда пока вам подачу... То есть так, чтобы человеку, вот вам захочет это блюдо снять или не захочет. Делится в соцсетях, шеется. Да. И так, чтобы людям... Так, чтобы им хотелось бы поделиться. То есть так вы получаете свое некое развитие. Я хочу уточнить. Я, наверное, не все понимают. Ресторан Одесса находится в Киеве. Это его название. То есть Юра сам в Киеве работает шеф-поваром в ресторане Одесса и владельцами снова ресторана Каркас. Поэтому, если у вас еще нет планов на ужин, то идите к Юре. Спасибо. И по этой же тематике я хочу дать слово буквально на 30 секунд нашим партнерам компании Мореста пригласить нам мастер-класс. Всем привет. В течение следующих двух недель у нас будет два мастер-класса по параконвектоматам. Мне даже интересно, кто знает, что такое парик, параконвектомат. О, ну, нормально. На следующей неделе будет мастер-класс по бренду Рациональ. Есть такие параконвектоматы. И через неделю по уноксам. Если вы хотите своего шефа или себя отправить на этот мастер-класс, они бесплатные. Нужно подойти к нам и зарегистрироваться. Просто сказать, мы хотим. Все, приглашаем. Спасибо. И дальше, если есть вопрос, поднимайте руку. Иду. Здравствуйте. Я же задавала вопрос к Александру Айтутову. Просто вы тоже были в сентябре на местопрактиках. Вы тоже говорили, что хотите свою кулинарную школу. Будете ли вы двигаться в этом направлении или идти кому-то преподавать? Ну, мы делаем класс в втором проекте. Ну, каркас, который переведет. Вы каркасом переезжаете или второй? Ну, я понял, что сам каркас не переведет. Мы просто делаем новый проект. Про людей там будет такая каркаса. Ну, немножко другая. И там мы делаем 20 мастер-классов. У вас и мастер-класс. Который будет заранее. И максимально хочется, чтобы... Если мы будем готовить там что-то готовить, то мы будем максимально показывать и рассказывать. Так, чтобы люди понимали. Ну, потому что лично я понял сейчас, что... Вещи, которые я никогда не пробовал, Я не знаю, какие они должны быть. У меня был когда-то... В 2004 году я приехал в город Киев. Мы открывали когда-то ресторан. Мы видели, кто из Суши поехал в город Шосток. Поехал. Мы приехали в город Шосток. Классно провели время. И вечером его сестра говорит, Пошли по душе итальянских стран. Чтобы он открылся. И вот мы пришли. Я заказываю раниоли. Я так люблю тесто. И я заказываю раниоли. Мне приносят пельмени. Я говорю, девушка, это не раниоли. Это пельмени. Мы долго сходили. В итоге я понял, что бесплезно. А потом я вышел. У меня вот осталось такое впечатление. Оно меня не постигало. О том, что... Что-то мы едим в пробку. Мы на самом деле не знаем, какое это должно быть. Идеально. Вот мне было интересно поесть так. Фомб. Я поехал в обедах, чтобы поесть его. Какой он должен быть правильный. И на самом деле... Если есть возможность... Нет, честно сказать. Мы были в Грузии. Например, я обходил в Атуми. Чтобы на Кита где-то был правильный химкали. Я спрашиваю, что больше всего меня не химкали. Почему? Мы нашли место, в котором в 9 утра они открываются. И такое ощущение, что все туда забегают. И потом так. Народ приходит, уходит. Там целый бутон. Но они готовят такие химкали, которые для них сделают не больше. Для меня это химдиар. То есть, если я захочу эту, например, эту формулу. И я пойду к ребятам и скажу. Ребята, пожалуйста. Хранчай. 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 Потому что я считаю, что это идеально. Идеально для того, чтобы создать что-то и нуждающий реакцию. Например, нет. Кефир. Два. Правильный сыр. Когородок. 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 Другая. Почему? Самое личное я считаю, что нужно создавать идеально. И людей учить через премию ресторана к идеальному продукту. Это ваша личная привычка. Время, мне кажется, на авось, мне кажется, что оно прошло. Потому что тринадцать процентов, знаете, это, значит, у меня тринадцать процентов, когда я просыпаюсь, и там у своих знакомых спрашивают через год, скажи мне статистику. Потому что в каркас они приходят, и можно выяснить. Я боюсь, что если станет вина, то сейчас станет шесть. Нет, это на самом деле не смешно. Как мы будем выживать? Выживут только те, кто дадут максимально. Ну, я потом писал. Вот, прочитайте форта, который начал выпускать свой автомобиль за 700 долларов. А через пять лет его максимально улучшил и продавал за четыре. Где вы видели? В Киеве, чтобы кто-то открыл ресторан и продавал по пять рублей, да? А потом встал, набил публику и стал продавать их за десять и от за три. Я не знаю такого. А вот человек на этом делал колоссательный. Знаете? Улучшает функцию документа. Это в такой же странный момент. А мы должны повышать качество. Потому что это уже не дай бог, что у нас, я считаю, с тринадцатого, то в семнадцатом очень много людей приехал, эмигрировал и продолжает продолжать. И второе. Вы сказали, что проблемы с товарами даже у вас, даже в Одессе. Где вы будете делать? Извините, в ресторане. Да, сказали, что у вас приходится. Ну, последнее, к чему я привел, это я взял с училища. То есть вы работаете, да, с училищами, отслеживаете? Я никогда не работал. Вообще, честно сказать, я понял, этого нельзя. Я сделал прочее. У меня есть девочка. Который я как-то, ну, я не знаю, какого-то города поворот. Я честно к ней пришел и сказал. Лиля. Я пришел и сказал, Лиля, нет, она не помню. Она один раз нашла, и я как-то так, ну, я не могу сказать, что я ее не сильно облагодарил, и вообще нет. Даже так. Я ее не помню. Потом у меня стала техническая ситуация, и я говорю, где она не была, и я забыл чуть десять процентов с тебя. Она мне за один день нашла два года. Я ей, честно, отдал там 30 гривен. А она была счастлива, и теперь я знаю, что... Я ей говорю, я шучу, она у меня работает кондитером, и я шучу, и говорит, блин, у меня не будет, это у меня на полостатки в чатах. Поэтому, на самом деле, если вы платите, там, вовремя, ну, у вас это нормально. Просто мне кажется, что вы сейчас тоже будете меня сходить, но все равно. Проще зайти... Повара все равно общаются с поварами. Они учились, они там, уступились, все есть какие-то друзья знакомые. Я всегда вот так и приводил. Просто в этот раз я считаю, что у каждого персонала, у каждого персонала есть кто-то, кто кого-то знает, он может перевести. Вы можете это просто простимулировать. В своем случае, я понял, что нужно стимулировать. Потому что, да. Правда, на практике, потому что капитализм стоит. Есть какая-то основная у вас? У нас нет. Мы просто стараемся платить не... Ну, то есть, сейчас у меня ставка повара не стараемся питься 600 гривен. Есть те, кто отработал больше... Это последние годы. ...больше года. Вы платите там 650. В каркасе немножко по-другому. Там у меня ставка 450. Но туда мы набрали ребят, которые хотят развиваться. У нас каждую субботу есть тимбилдинг. Это со мной. Мы придумываем какие-то... Вот, например, вот сейчас у нас имеется спектраус. Вы сидите, и два человека прибывают. На следующую субботу мы приходим в 9 утра. Они прорабатывают. Я говорю на их тимбилдинг. Аши? Почему так? Почему не так? Им интересно. Они могут реализоваться. То есть, и мы так это делаем наперед. У нас через неделю закончится страус. Будет там рыбное видение. То есть, которое мы там проработали. По-другому и так далее. То есть, ему будет дешево. То есть, вот. Там немножко другая мотивация. Но там мы тоже сейчас будем поднимать. Я думаю, что дадите смену. Спасибо, Юра. Спасибо.